Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами об экономике, о фондовом рынке, ну и обо всем, что с этим связано, несмотря на то, что за окном лето, прекрасное летнее, пока сегодня дождичек легкий. И как раз об этом говорить и думать хочется меньше всего. В студии сегодня у меня уважаемые гости, Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». Добрый вечер, Володя. Добрый. И Максим Асачи, начальник аналитического управления банка БКФ. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Как ваше настроение, друзья мои? Лето. Все, давайте о дождичек поговорим. Вопросов больше не имею. Нет, на рынке лето и есть лето, да, то есть затишье, активность низкая, волатильности тоже, в общем, никакой, то есть. Ну, поговорим об этом сейчас. Я напомню уважаемым слушателям, что они могут позвонить и задать вопрос сегодняшним гостям. Телефон в студию 6510-99,6. Либо ваш вопрос я увижу, если вы опубликуете его на сайте finam.fm. Ну и также ваше мнение нам тоже всегда интересно. Начнем традиционно с того, что посмотрим на ситуацию на мировых финансовых площадках. 18.05 в Москве, американцы уже торгуются. И ситуация следующая. Основные индикаторы фондового рынка Америки, Доу Джонс и S&P 500 в положительной территории, ну так, смешно. Доу Джонс чуть больше 1 сотой процента. S&P 500 чуть больше. Ну, только начались, видимо, торги еще. Не поняли, американцы, куда надо идти. Хотя наши сегодня отличились. РТС, да, 1413. Текущая котировка больше полутора процентов прибавляет. ММВБ больше, чем полпроцента. Тоже в плюсе. Смотрим на нефтяные котировки. Видимо, они больше всего радуют глаз сейчас. Нефть бренд выше 106 долларов за баррель. Золото 1583 доллара за унцию. Основной набор валютных пар евро-доллар 1.22.30. Хотя сегодня он был ненадолго выше 23 фигуры. Ну и надо отметить, что в связи с ростом риска, видимо, да, растут и сырьевые валюты. Австралиец, канадец, новозеландец тоже сегодня в восходящем тренде. И основной набор голубых фишек, ну так бы я сказал, разнонаправлен. Но хотя бы преимущественно в зеленом цвете. Ну вот такая картина маслом у нас с вами на финансовых площадках. Так что ж, вернемся. Вернемся. Я бы так темп нашего разговора переводил все более спокойное русло. Потому что, Володя, сегодня, сейчас лето. Рынок спокойный, да, и ничего не происходит. Нет, ну, конечно, что-то происходит, но, в общем, пока, скажем, все на том же месте. Подожди, мы собрались не по этому поводу, правильно? Смешно было бы собраться в студии и сказать, уважаемым служателям, ничего не происходит. И пошли по домам. Нет, нет, происходит. Давайте говорить вот о чем. Сначала мы обсудим, ну, в двух словах, ситуацию в макроэкономике. Максим, я знаю, у тебя есть по этому поводу огромное количество мнений. Макроэкономика закончила заседание, заседание, выступление господина Бернанки перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Ничего нового, конечно, он не сказал. Но, тем не менее, да, что-то было. Кризис в еврозоне получает логическое продолжение или несколько, несколько негатив оттуда. Да, сегодня я видел в СМИ информацию о том, что вроде бы, да, уже обещает этот фонд, который ныне существует, найти денег для выкупа облигаций Испании. И этим успокоил рынок, ну и так далее и тому подобное. Даже летом ведь жизнь-то идет, Максим. Ну, надо, как всегда, рассмотреть три основных действующих силы, которые присутствуют на рынке. То есть, первая действующая сила, это Соединенные Штаты, как всегда. Там ситуация, ну, скажем так, слабенько-позитивная. То есть, все-таки экономический рост где-то выше 2%. Инфляция весьма умеренна. Безработица неприятна. 8,2, насколько я помню, последние данные процентов. Вот, но, тем не менее, есть определенные, как бы, скажем так, по Америке больше позитива. Там какие-то достаточно приятные вещи происходят, даже вот нефтянки, да. То есть, там увеличивается количество действующих скважин. А в Америке говоришь сейчас? Да, да. Как ни странно, в Соединенных Штатах, да, происходит рост добычи нефти. И мы наблюдаем также интересный еще процесс. Соединенные Штаты из импортера газа, они стали экспортировать его. Вот это довольно интересный момент. Ну, уточни, да, о сланцовом. Речь идет о сланцовом газе. И тут вот эта тема с сланцовым газом, она, конечно, немножко лежит, наверное, в пределах нашей центральной темы. Но для России она, чрезвычайно важна, вот по какому обстоятельству. Цена газа на внутреннем рынке США где-то раза в три ниже, чем в Европе. И там она определяется на биржевой основе. А у нас, ну вот в Европе, Газпром по долгосрочным контрактам. Вот. И конкуренция со стороны компании, добывающей сланцовый газ, настолько велика, что... Ну, вот, по-моему, именно по этой причине Германия отказала в очередном контракте к Газпрому десятилетнему. И это, я думаю, такой первый, но хороший звоночек. То есть, в конечном итоге... А поскольку сланцового газа... Ты сейчас не как патриот говоришь. Да. Что же за хорошего в этом звоночке? Ну, на самом деле, чем хуже, тем лучше, я бы сказал, да? Чтобы как минимум зашевелились они, да? Да, чтобы как минимум зашевелились. Ну, надо же как-то с этой пресловутой иглы нефтегазовой соскочить. Вот. То есть, вот это давление со стороны сланцевиков-затейников, в конечном итоге, может привести к весьма интересным политическим последствиям в России. Хорошо сказал, но по затейнику. Ну, в общем, ну, зафиксируем один момент. В Штатах все более-менее хорошо и безоблачно. Хорошие отчеты идут. Вот. 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 Хорошие отчеты компании, хорошие отчеты банков были, которые, скажем так, весьма укрепляют наш оптимизм по Соединенным Штатам. Вот это американская. Американская тема. Первая тема, да. Это Европа. Тут все плохо, но не так, как могло бы быть. Потому что, скажем так, Испания где-то как-то, ну, потенциально залита этими 100 миллиардами евро, которые как бы не поступили, но уверенность укрепляет. Ставки по десятилетнему долгу, да, действительно на высоком уровне, 7,02, насколько я помню. Но, тем не менее, по своевременному долгу Испании, ну, это не греческий уровень. Ну, это понятно. Это отнюдь не греческий уровень. Неплохо сегодня Испания разместилась. Там объем был что-то порядка 3 миллиардов, да, евро. А евробанды размещались достаточно неплохо. Так что, и даже с некоторой переподпиской. Второй вектор европейский, там тоже умеренный позитив, да, или отсутствие негатива. Скажем лучше, да, отсутствие негатива. То есть, ну, ставки, конечно, выросли по испанским бумагам суверенным, да, выросли. Ну, это не драматично. То есть, да, там, ну, опять напомню, Испания, там, самая критическая цифра 24%, это уровень безработицы. То есть, да, это туши свет, но, с другой стороны, там нет такого горения, которое мы наблюдали, скажем, и вот этих, как бы, взрывов, да, периодически, которых мы наблюдали в крученной Греции. А это все-таки большая экономика, и это очень хорошо, что нет этих взрывов, потому что, ну, да. Вот. Ситуация с Италией, по-моему, не очень критична, вот на подходе была к испанской ситуации Италия, но она не очень критична. Ну, по крайней мере, не обсуждается, значит, наверное, не так. С Грецией там все как-то урегулировали, то есть, ну, вот, ну, нет каких-то таких вот уж очень проблемных зон, которые вот могут взорваться вот в ближайшие дни. То есть, вот этот европейский вектор второй спокойненький, относительно спокойный. То есть, тут не позитив, тут просто такой умеренный ноль. Вот. А третий вектор Китай, ну, Азия в расширенном смысле. Ну, тут, конечно, ситуация, скажем так, охлаждения, это долгосрочная ситуация от двузначных цифр роста Китая, когда он, как раскаленный тепловоз, проскочил через годы кризиса. И они сейчас просто монотонно охлаждают, так сказать, сбавляют обороты, чтобы, ну, вот, притормаживают все-таки, да, чтобы не дай бог. Там проблемы с рынком недвижимости определенные есть, там есть перегрев этого рынка, но они вот сейчас его охлаждают. Ну, чтобы, ну, не дай бог, конечно, это охлаждение приведет к остановке китайского тепловоза. Тогда вот этот сюжет мне очень нравится, вот, честно говоря, вот, как аналитику. Тогда востребованность... Максим, Максим, извини, пожалуйста. Во-первых, я должен сказать, что это было соло Максима Аксаччева. Да, такое. А продолжим мы все-таки через несколько минут, поговорим о Китае. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня разговор у нас о лете, о прекрасной погоде. Ну, и в этой связи о том, что делается на финансовых площадках. В студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». И Максим Асаччий, начальник аналитического управления банка «БКФ». Еще раз добрый вечер, коллеги. Ну, что ж, мы всю первую часть нашей программы слушали выступление господина Асаччева. Великолепный. Вот, как он сказал сейчас между эфиром, это наболело просто, нужно было выговориться. Значит, третий вектор, ты, пожалуйста, Максим, значит, третий вектор ты нам... ...определил, это Китай. Но если не возражаешь, все-таки я, Володю, к разговору присоединю. Ну, собственно, что здесь добавить? Они действительно там долгое время пытались охладить эту экономику, долго ждали на тормоз, наконец он сработал. Вот, и все как-то почему-то сразу стали, ой-ой-ой, конечно, такое мы замедляемся. Да, ну, как бы окей, да, но вы посмотрите, что делалось до этого два года. Повышались ставки, там, всевозможность, уже мало денежные предложения. То есть там делалось все, чтобы замедлить экономику. Когда она стала замедляться, ну, как бы, вообще-то, я это воспринимал как нормальный эффект, вообще-то, да, так и должно быть. Ну, да, как мы не уждали этого. Да, ну, не может экономика так долго расти, да, действительно, там, те проблемы, которые возникают, не возникают. Сейчас, наоборот, сейчас, грубо говоря, нога переносит с тормоза на газ. Да, понятно, что экономика большая, она не может вот так вот раз и стартануть опять, да. Поэтому то, что сейчас там идет замедление, это я все-таки воспринимаю пока еще, в том числе, и как эффект вот тех мер, которые были приняты полтора года назад и даже далее. Напомни, что за меры это были полтора года назад? Ой, там планомерно, по-моему, повышались ставки, повышались нормы резервирования, там, в общем, такое было, где-то, наверное, до середины десятого года продолжалось. Причем продолжалось достаточно долго, вот, пока я действительно начал давать плоды. Вот, поэтому я вот не стану здесь тоже говорить о том, что это плохо, да, то есть, с точки зрения, действительно, аналитика, наверное, интересно будет, что произойдет, если локомотив сойдет с рельс, но как-то не хочется видеть. Ну, не видим, ну, и потом ожиданий таких нет все же, да, Максим? Ну, пока это очень гипотетическое, скажем так, и не имеющее, вот, как бы, твердых оснований, кроме разве что, ну, вот, рисуем проекцию, то есть, замедление роста все-таки наличествует, там цифры были, я помню, и 14, сейчас уже где-то в районе 8%. Ну, там и продолжить, да, и продолжить. Так до нуля и сойдем. Вот, ну, как бы, есть еще, как бы, определенные соображения, все-таки экономика долго без кризисов не может. А вспомните, был ли какой-нибудь мощный... Сейчас о китайской говорим, да? Да, был ли хоть один мощный кризис в Китае, да, за период его капиталистического, как бы, развития. Вот я такой, извините, припомнить не могу. Ну, не помнишь ты кризис такого в Китае? Не, ну, как бы, там, до капиталистического, там, сплошной кризис был, а потом как-то... А, да. Потом наладилось. И это настораживает. Ну, это нормально, действительно, да, это как великие говорят, да, если все хорошо, готовься к плохому. Не, ну, смотрите, вот Россию взять, да, мы там, как встали на капиталистический рейс, у нас уже как минимум два кризиса было. Да, да. А Китай никак не надо. А Китай ни одного. Может, ему помочь. Но, в любом случае, действительно, вот я сейчас даже как-то напрягся, Максим. Да, испугал его. Испугал, конечно. Потому что начали ты с этого. Кризис, это значит, локомотив под названием Китай будет, ну, если уж не под откосом, то, по крайней мере. Не, ну, на самом деле, кризис, чем хорош, да, то, что происходит, опять же, реформирование рынка труда. Кризис, это обновление, конечно. Да, это обновление фонда, это изменение совершенно. То есть, когда у вас раздутые зарплаты, раздутые стоимости, опять же, да, там, невозможно, там, грубо, проблемные бизнесы, да, с издержками. Кризис, он эти дела, проблемы решает. Собственно, проблема-то как раз вот текущего кризиса, да, то он, что он эти проблемы пока не решил. Не решил, да. Может, тогда и кризиса пока еще нет, или там, вялотекущая какая-то. Ну, тогда что это, если... Что это, если не кризис? Ну, на самом деле, в Китае есть, на самом деле, определенные, вот, более серьезные, чем, вот, как бы, вот тот прогноз, о котором я говорил, 14,8. Ну, это, конечно, шутка, вот. А вот более серьезное основание, это известно, что происходит, как вы знаете, определенный отток производства из Китая, где цена рабочей силы становится, ну, как, не становится, она просто дорожает. И выгоднее переносить в сопредельные страны, ну, тот же Вьетнам, например, или Камбоджу, это раз. А некоторые производства после кризиса, как ни странно, стало выгодно возвращать обратно в Штаты, в Европу, и этот процесс тоже происходит, абсолютно точно. Ну, это тоже, в конечном итоге, да, окажет влияние на рост китайской экономики? Нет, нет, это, если, Китай был силен именно дешевизной рабочей силой, но потихоньку, по мере роста производства, происходит что? Происходит рост цены рабочей силы, в конечном итоге, безусловно, сравнивается. То есть, к уровню подходит уже, да, в среднем уровне? И ключевое обстоятельство, которое и порождало вот эти высочайшие темпы роста, просто дешевая рабочая сила, да, дешевая и достаточно, ну, может быть, не такая эквалифицированная, но дисциплинированная. Ну, это да, дисциплинированная. Хорошо, значит, тогда подытожим. Три вектора Максима Асачева, так я это назову, если вы не возражаете. Вектор номер один, Штаты, да, умеренно... Позитивно. Умеренно хорошо. Вектор номер два, Европа, отсутствие негатива. Все плохо, конечно, но мы сейчас, по крайней мере, об этом не говорим, да? В этом смысле тоже успокойся. Ну, я по его немножко добавил, потому что в целом, там же ситуация действительно, там негатива сейчас нет, да, но если смотреть немножко пошире, да, то, по сути дела, вот, парадигма всего этого дела, она не поменялась ни на грамм, да, вот, за последние два года. То есть, какое-то есть обострение, залили деньгами, полегче стало, следующее. Выдохнули. Выдохнули, да. И вот так вот вдыхаем-выдыхаем уже где-то, наверное, года два. Ну, собственно говоря, с... С десятого, да, как вот началось это. Ну, как Греция первый раз там. Да-да-да-да. Пошли проблемы. Весной. Вот, честно говоря, я вот, мое мнение, да, что вот еврозону не нужно как-то, видимо, немножечко подразвалиться, скажем так. Нужно, да? Нужно. Нужно. Ну, понимаете, вот, интересная картинка, вот, где-то буквально недавно видел, не помню, кто, в общем, динамика курсов валют европейских, да, за последние, там, 50 лет, до евро, да. Там разлёт у них, ну, просто в разные стороны, да, то есть там что-то вверх, что-то вниз, что-то одни дорожают, вторые дешевеют и так далее. Эти валюты, собственно говоря, там, не знаю, девальвация или наоборот укрепления, это мощнейший стабилизатор для выравнения, в том числе, там, экономических условий. Его всех лишили, дружно. Ну, в какой-то степени, там, да, и сейчас просто... Дойчий банк имеет возможность. И сейчас мы имеем, собственно говоря, Грецию, да, которая, по сути дела, не имея своей валюты, не может свой долг подевальвировать. Ну, как бы... Загнанный в угол. Да, да, то есть лишились преимущества, собственно, дешёвого привлечения средств, которые, собственно, дало евро, но при этом лишились мощного стабилизатора, который отвечал за долгосрочную красотабильность. Ну, в свете того, что сказал коллега, на самом деле, тут, как бы, два пути обозначаются. Первый путь, на самом деле, нехороший, ведущий в никуда, это путь регресса, а именно развала, я считаю. А второй путь, это надо... Развал еврозоны. Я понял, нет, вот в какой момент мы скажем, что еврозона разваливается? Ну, когда даже хотя бы... Греция вышла, хлопнула, это уже развал, да? Уже первый взвал. То есть это прецедент, да, и за ней потянутся с ней. А потом... Не, ну подождите, если у вас в доме, например, у вас там сгнило крыльцо, да, вы его снесли, вы же дом не развалили? А это... Нет, нет, это будет начало. Другая аналогия, я помню, несколько недель назад другая аналогия предложили наши с вами коллеги. Коммунальная квартира. Вот там один, знаете, все, ну, пардон, там, выключают свет в местах, а он не выключает. Вот в этом смысле, да, какая аналогия с Грецией? Ну что, выселили его с коммунальной квартиры? И чего? Ну... И продолжаем жить. К сожалению, не выключающих свет, к сожалению, ни одна Греция, прямо скажем, потому что, ну, я уже не буду, но там... Там, вот, список-то немаленький, на самом деле, из 17 человек, вот, там добрая половина свет уже, в общем... Не выключают, не платят, да? А всех не выселишь, всех не выселишь. Вот, они скорее выселят в Германию. Которая, да, ходит и командует. Ходит и командует. Вот. А второй путь, на самом деле, он, как бы, и происходит. Это, на самом деле, потеря суверенитета, и за счет потери... Потихоньку, полегоньку происходит интеграция от монетарной, потихоньку, в идеале, интеграция политическая. То есть, зачем все эти 17 правителей, зачем вот все эти навороченные аппараты? Ну, а что, будет 17 правительств, плюс еще одно мегаправительство. Ну, от этого, мне кажется, размер бюрократии не сократится. Нет, я думаю, я думаю, что в итоге, во-первых, были прецеденты, когда была, по существу, единая Европа, и даже, я бы сказал, неоднократно, вспомним, была Великая Римская империя, раз, и была потом Великая Римская империя германского народа, насколько я помню, так она называлась. То есть, как минимум, вот, два эпизода я помню. То есть, ну, так сказать... Ну, там все-таки, в принципе, управления немножко другие были. В первом случае, наверное, там как-то можно еще понять, там, Римская империя, да, вот вторая Римская империя, мне кажется, там все-таки как-то больше феодальная была. Ну, я понимаю, но я просто пытаюсь обозначить, что были уже прецеденты, и, в принципе, это путь, наверное, наиболее оптимальный, потому что снесение вот этих всех барьеров, на самом деле, чем меньше барьеров, тем лучше экономики. Ну, это настолько банально. И единая валюта дает, вот, в более-менее нормальном состоянии, конечно же, огромное количество плюсов. Всякого рода транзакционные издержки и так далее. И более того, она снижает риски в системе, потому что устраняется куча валютных, ну, просто, вот, меньше валютных рисков. Это нормально. Это же банально. С одной стороны, да, краткосрочные риски, они снижаются, я тут согласен, но вот системные риски такие долгосрочные, да, которые могут, там, вот, раз в 10 лет, там, очень больно ударить, они, мне кажется, наоборот, усиливаются. То есть, проблема здесь в следующем, да, что, правильно, да, что два пути, либо развал, либо интеграция, да, потому что сколько должен, принцип простой, сколько эмиссионных цен, столько и фискальных должно быть. Ну, да. Собственно говоря, если одних больше, чем других, то начинаются проблемы. Ну, да. Поскольку, действительно, ситуация, когда один эмиссионный центр, но, который даже своих бандов не может пока выпускать, Меркель пока, да, там, и 27-го числа, 27-го, и она опять свое вето на это дело наложила, вот, но, тем не менее, они как-то и налоговую политику как-то выстраивают единую. В конечном итоге вектор абсолютно, абсолютно идет в сторону интеграции от монетарной к интеграции, так сказать, ну, более тесно бюджетной. И в конечном итоге понятно, что это проецируется на интеграцию политическую. Ну, то есть, пути, да, дорога определена, да. Единственное, что как бы движение просто, насколько я понимаю, по этой дороге еще не обозначено. Честно скажу, я в этом плане скептик, скептик в плане того, что, действительно, дорога куда-то, потому что и Священная Римская империя присуществовала, ну, долго достаточно, конечно, все равно. Проблема в другом, да, что все-таки, когда достаточно большое пространство у нас, да, вы не забывайте, что бюрократия все-таки устроена пирамидами. Про Советский Союз мы все никак не вспомним, хотя, может быть, с экономической точки зрения не очень корректно будет. Там сравнивать, конечно, абсолютно некорректно, потому что... Извини, пожалуйста, давай об этом через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финнам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Я, Олег Дмитриев. Сегодня говорим о ситуации в экономике. Да, в спектре летнего солнцестояния. В студии Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал». Кстати, Володя, я перенес на чуть позже. Есть персональный вопрос к тебе, отслушателю. Ну, может, не к тебе лично, но, как минимум, к «Альфа Капиталу». И Максим Асачий, начальник аналитического управления, Банка БК. Сегодняшние мои гости. Мы с вами разговариваем о ситуации в экономике. Причем так мы это делаем сейчас достаточно глобально. Достаточно глобально. Продолжим. Продолжим. За эфиром. Мы не могли остановиться никак. За эфиром говорили о том, что... Интеграция. Да, интеграция. Потому что у империи, в принципе, нет будущего, независимо от того, на чем она основана. На экономических интересах или на политических. Смотря какой. Ну, давайте вот о Советском Союзе. На самом деле, я полагаю, что уничтожение всяческих границ и всяческих барьеров в конечном итоге, это то, к чему придет все человечество. Так что, на самом деле, все империи просто вот как бы исчезнут в этот момент. Ну, думаю, перспектива этого далековато. Ну, я бы, знаете, тут вас спорил бы с тем, что отсутствие барьеров, отсутствие, это всегда хорошо. Ну, просто, когда тонет корабль, да, хорошо, что если у него есть там водонепроницаемые переборочки иногда, да. Потому что проблема в том, что если действительно мы добиваемся там высокой интеграции экономик друг с другом, да, то и кризисы у нас случаются синхронно. То есть проблема в том, что, как бы, ну, если у нас есть некие, по крайней мере, какие-то ограничения, да, там, возможно, да, действительно мы по уровню, скажем так, ВВП, да, мы будем отставать от того уровня, который мы могли бы. Но не факт, что мы будем отставать по темпам роста при этом, да, потому что темпы роста и уровень это все-таки некоторые разные вещи. И в этом плане, конечно, мы, получается, вот последние, там, 20 лет, ну, по крайней мере, у меня ощущение такое, да, что, даже не 20, аж больше, да, экономика росла, по сути дела, за счет того, что мы ликвидировали вот эти все переборки, да, которые, там, не знаю, все пытались, скажем так, ограничивали, вот этот уровень, понижали уровень роста, да, понимаем, да, что есть там темпы, да, то есть, я не думаю, что мы там долгосрочно, вышли на какие-то новые, долгосрочные темпы роста, да, потому что они все-таки определяют там технологии, определяются там образованием и так далее, то есть это все-таки немножко другие вещи. И проблема в том, что в итоге мы пришли к тому, что у нас, а, для того, чтобы, скажем так, вернуться, скажем, обезопасить себя, да, нам нужно понизить уровень ПВП, ну, слонга, понимаем, да, идея, то есть построить снова переборки там и так далее, а это снижение экономических показателей, уровней, да, то есть не долгосрочных темпов роста, а это всегда очень болезненно, особенно для политиков, поэтому вот эти все решения, да, то, что в плане, там, интеграции, продолжения, ну, ну, честно говоря, я вот считаю, что это не всегда однозначно хорошо, не всегда работает. Ну, это вектор, который объективно, так сказать, проявляется, ведь он проявляется и у нас вот настолько реально и сильно, мы прямо вот сейчас вот в этом векторе, да, то есть напомню, что вот на днях Совет Федерации принял, ну, значит, салатифицировал договора ВТО, вот, и это есть, опять-таки, частично утеря российского суверенитета, что самое интересное, это и есть снижение барьеров, и в Европе тоже самое, то есть этот процесс, который на самом деле остановить как бы нельзя, барьеры будут снижаться, и понятно, что будут снижаться какие-то торговые, экономические барьеры, и политические будут снижаться, и в конечном итоге, все-таки, я думаю, будет ноль барьеров. Ноль барьеров, то есть наступит счастье. Счастье. Называется корабль без переборок. Ну, бог с ними, хорошо, бог с ними с переборками, давайте тогда мы поговорим сейчас уже непосредственно о российской экономике, в период летнего затишья, ну, и как себя будет чувствовать до конца лета, да, до конца августа, как себя будет чувствовать фондовый рынок. Собственно, как он чувствует сейчас себя, мы об этом говорили, как, Володя, ты сказал, он какой? Никакой. Никакой. Никакой он никакой. Так вот, он никаким будет до конца августа, как вы думаете? Ну, кто же загадывает на месяц вперед по рынку? Всегда проще прогнозировать на год вперед, чем на месяц. Ну, у нас много есть любителей, вот есть знаменитый клуб 3000, я его очень люблю. И что там? Ну, как, ну, клуб 3000, это группа великих аналитиков, которые в апреле, я же не ошибаюсь, восьмого года прогнозировали на конец восьмого года 3000 и РТС индекс. Вот ты о чем. А сейчас, вот, напомню, сколько? Сейчас меньше. Сущие. Сущие полутора. 1400 с небольшим. Ну, хорошо, и тем не менее, смотрите, вот, осталось даже меньше полутора месяца, чуть больше месяца до летнего, до окончания летнего сезона. Закончат затишье после августа, закончится? Конечно. Чем это будет? Бурей. 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 Пусть сильнее. Нет, ну, может, не в пустыне, конечно. Нет, ну, на самом деле, что сейчас? Вот, если стоит, да, опять же, да, еврозона, опять же, да, там, опять, ну, возможно, опять же, новый цикл, там, сейчас мы на цикл, я так понимаю, облегчение некоторого, да, после предыдущего обострения, да, соответственно, как долго оно продлится, непонятно. Что там тогда будет в Сирии происходить? Опять же, тот же самый Иран, про который сейчас немножко так, немножко подостыло, но все равно, да, начало президентской гонки в США, да, то есть, в принципе, событий более чем достаточно. Впереди. Впереди, да, которые действительно могут сказаться. Опять же, тот же самый Китай, потому что, с точки зрения статистики, это очень закрытая страна, тем не менее. Поэтому я бы вот не говорил о том, что прям вот, опять же, как показал опыт предыдущих августов нескольких лет, да, что, в общем, месяц такой очень специфический бывает. То есть, не расслабляться имеется в виду. Да, то есть, по крайней мере, следить за рынком. Вот, а в целом, ну, пока, вот, опять же, если посмотреть про российскую экономику, то, вот, опять же, с учетом золотой валюты, размера долга, там, там, роста экономики, ну, нет сейчас предпосылок для какого-то кризиса экономического, да, там, если он будет вызван каким-то другими причинами. Ну, если он, да, придет оттуда. Да, мощно, это да, это возможно. Ну, честно, честно говоря, я бы вот не стал так смотреть вот через столь розовые очки, помятуя сюжет вот последней девальвации мощной, майская и юмская, да, вспомним, что было. Ведь там, по существу, какая-то одна единственная компания, не буду говорить, какая, разместила, так сказать, заказ, там, насколько я помню, на 2 миллиарда долларов, на покупку 2 миллиарда долларов, в моменте это обрушило рубль. То есть, одна, а мы помним прекрасно, что приблизительно такой же сюжет реализовывался, ну, по крайней мере, я вот помню еще один такой же приблизительно сюжет, когда тоже мощная девальвация была тоже вызвана действиями буквально одной компании, да, нефтяной. Ну, подожди, сейчас вернемся к майским событиям, да, ну, движение в паре доллар-рубль было еще и, основание для него, точнее, были еще, наверное, и события на внешних рынках, и все же валилось у нас, не только просто... Да, 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 и не просто тот раз и решил купить большое количество долларов. А, ну, не было оснований для обвала, абсолютно не было оснований для обвала, ну, кроме, конечно, того, что Центральный банк расширил до самого Немогу свой пресловутый коридор. Не, ну, он там расширял его, там, по-моему, сейчас 38-15, то есть там не было такого... Сверху 38-15, да, по бивалютной корзине, но он... не дошли до него, практически, он просто ничего не делал, особенно. Да, он просто ничего не делал, то есть когда происходил, ну, по существу Армагеддон на рынке, да, то есть когда рубль летал, как воробей по сараю, Центральный банк просто ничего не делал, или там суммы интервенции были, ну, совершенно неадекватные, так сказать, движением рубля, то есть там 100-200 миллионов долларов. Ну, это ни о чем, да. Не, ну, он и причем начал интервенции уже, когда Валя, так, ощутимо, он приподнялся. Но, с другой стороны, честно говоря, я вот ничего плохого, девальваться, так скажем, с изменением уровня рубля я не вижу, честно говоря, да, вот, для экономики чисто российской. Если, конечно, говорить о том, что, да, действительно, кто-то, один банк, что-то, то есть, согласен, у нас валютный рынок, он такой тонкий очень, и очень, не, скажем, такой, неемкий в данной ситуации. Ну, то есть в это дело, да, что вот одна заявка на покупку может привести к другим движениям? Я думаю, там было все это не в один день, во-первых, у нас девальвация происходила, там все-таки он продолжал. Не, а потом, мне кажется, вот сложно представить, да, что... Нет, там дальше начали играть просто на повышение, то есть рубль пошел наверх, плюс у нас, получается, был мощный, движение, цены на нефть, все видят, видят, что творится на рынках, там дальше просто спекулятивное движение пошло, волна. И остановилась она именно тогда, когда мы дошли почти до верхней границы, когда все поняли, что, ага, сейчас выступит ЦБ, и все это дело остановится, все, тут же мы отскочили обратно. Ну, правда, не на них, конечно, но так очень... Вопрос-то ведь не в том, что плоха нет девальвация или революция, там и то, и другое есть, как бы, свои плюсы и минусы. Ну, просто банальные вещи, там, что, ну да, ослабление рубля играет в пользу, там, нефтяника и так далее, ну, я даже не буду повторять эту всю мантру, да, а укрепление нехорошо, вот. Вопрос ведь не в том, что девальвация плоха или хороша, а вопрос в том, что плоха именно дестабилизация, плохие резкие колебания, которые, соответственно, отвращают инвесторов от активов на минированных рублях и от рубля как такового. То есть, чем выше риски, тем премии должны быть больше за эти риски. То есть, вот, вот почему Центральный банк должен поддерживать, почему должен стабилизировать рублю, а не допускать колебаний, там, в районе, там, ну, вот я понял, 2,5% были сначала вверх, потом вниз. Это что за стабилизация? Не, ну стабилизация это не значит, что он его зажмет вот так, да, как это было раньше, там, несколько лет назад, и никуда не пустит. Центральный банк, в данном случае, там, работал в рамках своего мандата, честно, да, единственное, что, конечно, там, вот эта формулировка на сглаживание, там, ну, какой-то у него есть такой языком сказанное, что называется, можем интервенить всегда. Валютных рисков. Нет, там, как-то колебаний, вызванных, там, вообще, я не запоминаю такие канцелерейты. Вот. Есть вопрос, давайте вопрос, есть вопрос по существу, причем от нашего слушателя, инвестора. Ну, прежде всего, он благодарит вас за очень интересную беседу сегодняшнюю. Если вас резюмировать, то в Европе нехорошо, ну, может быть так. В Штатах более-менее нормально, в России тоже ничего. Как, в Европе отдыхать хорошо, а так не очень. Да, да, да. Помидоры любишь, да? Есть люблю, а так нет. В связи с этим, можно ли считать, что активы на фондовом рынке сейчас относительно дешевы? Я студент, говорит, это Александр, и скопил около 50 тысяч рублей, хотел бы купить паи в акциях, да, ну, неважно, что хотел купить. Или акции в паи. Ну, неважно, да, года так на три. Ну, ежемесячно доклада небольшую сумму, поэтому спрашиваю. Спасибо. Ну, скажем Александру. Про пить. Ты наговоришь сейчас, Володь. Ну, вопрос, да, если этот человек действительно хочет накопить. Ну, я такой, нет, он накопил, у него вот порядка 50 тысяч есть. Вполне, наверное, вот для фондового рынка, мне кажется, вот для небольших сумм, там, для, тем более даже для больших сумм. И три года у него есть для человека, который не хочет, там, не знаю, спекулировать активно, не имеет, или там не имеет возможности, вот такие паевые фонды, это, мне кажется, самый лучший вариант. Я не знаю, почему перед ними такое предупреждение сейчас идет везде, да, потому что реально, ну, самый защищенный законодательством инструмент на российском рынке. И, наверное, ну, с точки зрения, там, так скажем, издержек и возможностей выгод, наверное, самое оптимальное. То есть тут, как бы, можно сейчас... То есть это тот инвестор, который не хочет, да, активно каким-то образом участвовать в ценовом... А с точки зрения тайминга, ну, если вы заходите, там, скажем, на три года, то, в принципе, выгадывать точку входа, это, ну, не самое благодарное занятие. Сейчас, если на три года горизонт. Я, значит, думаю, что мы продолжим, через несколько минут об этом поговорим еще. Ну, что же, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Напомню вам, вы можете позвонить, задать вопрос, телефон 6510-99,6 и сайт компании финам.фм. Задать вопрос можно и на нем. Вопрос к моим гостям Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией Альфа Капитал и Максиму Осадчему, начальник аналитического управления банка БКФ. Мы продолжаем разговор об экономике, о фондовом рынке. Ну, я так подразумеваю, что ответ на вопрос Александра уже прозвучал, то есть это вариант, имея 50 тысяч рублей, и даже если он предполагает ежемесячно кладать небольшую сумму. Но это все равно предполагает усреднение, поэтому... Ну, некое, да. В качестве инвестиций рассматриваем вот некие паевые фонды с инвестиционным горизонтом от трех лет. Это нормально, это правильное решение Александра, если он не хочет в этом случае быть более активным спекулянтом. Есть еще один вопрос от Дениса. Вот он, я так понимаю, уже, ну, если не активный спекулянт, то более профессионален в этом, что ли, да, в этих инвестиционных инструментах. И у него вопрос такой, а почему, говорит, в большинстве ПИФов динамика отрицательная за последний год? В большинстве ПИФов за последний год динамика отрицательная. А если есть где-то положение, то они более 5%. Даже, говорит, депозиты дают больше. Почему это, Валерий? Этот ответ очень простой, на самом деле. Да, ПИФы – это инструменты фондового рынка, в первую очередь, да. ПИФ, опять же, у него задача – предоставить удобные средства инвестирования на фондовый рынок, согласно какой-то определенной инвестиционной стратегии. А из-за этого, собственно говоря, это рисковый инструмент, опять же, да, с учетом, опять же, так как я говорил уже, он защищен законодательством очень сильно, с точки зрения защиты пайщиков. С другой стороны, есть еще обратная сторона этого дела, то, что ПИФ обязательно, ну, большинство из них, по крайней мере, должен быть все-таки проинвестировано в акции. Потому что, если ПИФ не инвестируется в акции, то, собственно говоря, возникает вопрос смысла его существования. Куда деньги-то? Соответственно, если мы посмотрим на динамику ПИФов, да, то она, по сути дела, очень сильно повторяет фондовый рынок, да. Где-то лучше, иногда хуже, но так как это все-таки бета-продукт, что называется, да, то всегда, если рынок растет, растут и ПИФы, да. Потому что там шартов мы не делаем, и, в принципе, мало кто делает, и это законодательно очень тяжело делать. Поэтому, собственно говоря, если ПИФ может, там, не знаю, за полгода вырасти как на 30%, так и снизиться, там, на 30% в течение следующего полугода. Динамика долгосрочная, и, в принципе, у всех лучше депозитов. Ну, то есть, то, о чем Александр спросил. Долгосрочные, конечно, то есть, от трех лет-то как минимум. Но это, поэтому никто не дает гарантии, что, скажем, вот в любой, там, конкретный год, да, там, динамика будет лучше депозитом. Депозит из-за этого, да, из-за того, что он считается безрисковым продуктом, да, относительно, опять же, да, там, банка. Поэтому там, собственно говоря, ставочка, которую вы там получаете, которая фиксирует. На фондовом рынке, в принципе, можно заработать больше. Но, опять же, да, можно заработать и меньше. Как в таких случаях говорят, да, нужно поймать конъюнктуру. Конъюнктуру. Ну, да, то есть... Должен рынок расти. Здесь нужно просто себе отдавать отчет, что фондовый рынок, это все-таки вещь рисковая. И вот не сравнивать ПИФы со ставками по депозитам, это некорректно. Это некорректно просто, конечно. Как ты, Максим, как относишься к ПИФам, как к инвестиционным инструментам? Ну, сам-то я, слава богу... Вне? Вне, да. В принципе, конечно же, надо руководствоваться идеями великого Баффета. Сам своими ручками смотришь, ищешь в кучах, так сказать, определенного материала жемчужные зерна. Вот, это компании, которые показывают хорошую форму, с качественной, понятной стратегией, с качественным менеджментом. Ну, скажем, вот, пожалуйста, есть Сбербанк, есть ВТБ. Какую выбираешь? Понятно. Какую? Я думаю, все-таки Сбербанк. Сбербанк. И надеешься на то, что это будет хорошо. Не, ну, просто, когда есть, ты видишь, что компания хорошая, с внятной стратегией, с сильным менеджментом, то понятно, что она будет идти лучше, как бы... Максим, ну, понимаешь, мы с тобой можем там посмотреть, у нас на это есть время и ресурсы, да, и это как бы входит в наши профессиональные обязанности в том числе, да. А для многих людей, которые, собственно говоря, просто банально нет времени, потому что либо человеку нужно там садиться этим, за ним заниматься профессионально, искать жемчужину, да. Учиться этому, да. Учиться этому, да. Либо, соответственно, ну, доверять кому-то, да. Ну, не знаю, если уж совсем там не нравится там ни акции, тупо индексный фонд какой-нибудь, да, и все. Ну, то есть, опять мы говорим о неких мифов, да. Проблема в том, что вот есть много там исследований, да, которые показывают, что в принципе, да, вот, не знаю, такой вот, ну, в принципе, это понятно, да, потому что там задача там показать хороший результат и выбор конкретных бумаг, да, потому что человек не один такой на рынке, и в принципе конкуренция, она приводит к тому, что в принципе результаты, они в целом у инвесторов большинства так, не сильно отличаются от индекса, мягко говоря. Ну, собственно, это логично. Поэтому, в общем, на, вот, как бы, конечно, можно себя потешить самолюбие, да, что я там, если действительно человек, бывает, конечно, я не говорю, что, бывают, конечно, ситуации, когда действительно человек там сам самостоятельно принимает отличные решения, действительно отлично управляет своими деньгами, но в большинстве случаев это все-таки скорее минус, чем плюс. Ну, вот, Баффет, например. Всключение, подтверждающие Баффет. Не, ну, ты примеры такие, да. Не, ну, смотри, если Баффет выиграл по отношению к индексу, то кто-то, соответственно, столько же поиграть должен был по отношению к индексу. Ну, так и есть. Нет, давайте так, друзья мои, смотрите, давайте так, мы ориентированы, ну, сейчас, по крайней мере, да, вот в эфире мы ориентированы на непрофессионалы этого дела, на того, кто знает о существовании фондового рынка, о каких-то инструментах, вот, в частности, видите, Александр знает о существовании пифов, да, индексных фондов, кто-то знает непосредственно о возможности открыть брокерский счет, да, или отдать деньги в управление. Ну, тем не менее, на фондовые рынки. В этом случае мы говорим, да, вот есть банковский депозит, мы не сравниваем, да, возможности фондового рынка, потому что это разные задачи. Банковский депозит позволяет сохранять ваш капитал, он практически не приумножается. Если у вас, там, не знаю, горизонт инвестирования один год, ну, это лучше всего банковский депозит. По одной простой причине, что есть какая-то гарантия, да, потому что на фондовом рынке вам никто гарантию не даст возврату. Хотя можно, конечно, придумать структурные продукты, там, и так далее, есть интересные вещи. Но все равно, что именно такую доходность по депозитам, не ниже ее, ну, это мало, к тому же. Поэтому, вот, а если горизонт дальше, если на долгосрочный инвестирование, то здесь, конечно, имеется в виду, идти на фондовый рынок. Идти на фондовый рынок, да, инвестировать, и в этом случае вы не только, условно говоря, да, отбиваете банковский депозит, эти проценты, да, еще и имеете возможность заработать. Потому что логика фондового рынка, существование фондового рынка, она очевидна. Рынок фондовый растет, преимущественно растет. Иногда падает, иногда это неприятно. Иногда очень сильно падает. Иногда очень сильно падает, да, главное, чтобы в этот момент не попасть как раз. Но рано или поздно он опять отрастет. А вот по поводу этих 50 тысяч молодого человека, я бы все-таки ему посоветовал, даже, может быть, и не пропивать. Нет, пропивать нельзя. Вот, а может быть, на самом деле сделать самую лучшую инвестицию, какая только существует. Так, поделись. В человеческий капитал, свой собственный, в частности, в образование, там, вы хотите заниматься, вы хотите инвестировать в финансовый рынок, в фондовый рынок, изучите его, вот на эти деньги. И эффект будет, уверяю вас, гораздо лучше. Гораздо лучше. То есть, помимо того, да, у нас Александр студент, то есть мы ему предлагаем еще и овладеть профессией биржевого спекулянта, трейдера, да? Ты об этом говоришь, Максим? Ну, как-нибудь образовываться. То есть, хотите зарабатывать, учитесь. Учитесь, ну, что, собственно, логично, и тем более, что фамилию громкую сегодня ты сегодня неоднократно произносил, то есть этот товарищ тоже учился. Мирон Буфет. Мирон Буфет. Да, господин Буфет. Тоже у него бывают плохие годы, заметьте. У всех бывают плохие годы, мы все от чего-то зависим, это так. Хорошо, тогда давайте все-таки мы сосредоточимся, ну, в последние, да, уже несколько минут нашего эфира, сосредоточимся на ближайшем окончании летнего сезона, и что мы можем порекомендовать нашим слушателям с точки зрения инвестиций, либо сохранения капитала, Максим? Инвестиции какие-то есть смысл сейчас рассматривать? Ближайший я имею в виду месяц-полтора. Ну, скажем так, нефть я не считаю находящейся на бычьем тренде. Не считаешь? Да. Я все-таки полагаю, что вот эти движения за 106 по бренду... Это максимум? Ну, не максимум, но все-таки нет пока оснований, выздоровление экономики не столь велико, если там не будет чего-нибудь в Сирии, там, или, не дай бог, в Иране. Вот. По нефтянке. А вот ситуация с ВТО, мне кажется, весьма и весьма благоприятна для кого? Для металлургов. Для металлургов. Это прекрасно известно. Там поправка веника должна трансформироваться в безопасную для них, так сказать, ну, список магнитского. Вот. И будет им счастье на американском рынке. Поэтому я бы, честно говоря, серьезно рассмотрел, вот, в первую очередь, конечно, сталелитейщиков, ну, и вообще, вот, цветную металлургию, именно вот на этой простой идее вступления России в ВТО. И эта же идея вступления России в ВТО, вот посмотрим, кто является главным бенефициаром со знаком минус. Ну, прекрасно известно, сельское хозяйство. Сельское хозяйство. В первую очередь, конечно, цветноводство, ну, вот, я как бы не знаю, там, на открытом рынке, там, торгуется, да? Нет, ну, есть парочка. Ну, как-то, как-то, как-то сомнительно. Вот. Ну, и, в общем-то, по всему спектру ударит. Поэтому я думаю, что вот тут можно даже, ну, подумать и о шортах. Нет, ну, мы все-таки, еще раз говорю, ориентируемся на непрофессионалов, а идея твоя, она вполне понятна, что, вот, ратификация, да, вступления в ВТО. Ну, там, я бы, ВТО, просто проблема в том, что там же все это будет растянуто на несколько лет, поэтому это не так, что прям вот завтра раз, и ударил. Ну, нет, нет, мы, опять же, об этом говорим, мы не ориентируем, просто речь идет о том, что ближайшие летние месяцы, да, несмотря на летние затиши, есть смысл вот посмотреть на металлургов, как минимум, потому что эта идея среднесрочная такая. Ну, а так, вот, в принципе, конечно, уже для более возвышенных, как бы, душ, которые имеют определенный доступ и к акциям, ну, скажем, за пределами нашего любезного отечества, ну, конечно, можно смотреть и на штаты, можно смотреть и на Китай. Спасибо, спасибо, все, все, друзья, спасибо, это были Владимир Брагин и Максим Асачий, сегодня мы говорили о ситуации в экономике, о летнем затиши, и, несмотря на него, все равно можно зарабатывать успехов на рынках, сухой остаток, Олег Дмитриев, увидимся.